Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И смотрите сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава республики побывал с рабочим визитом в Комсомольском районе. Михаил Игнатьев проверил, как в муниципалитете решают проблемы с очередностью в детские сады и развивают здравоохранение. Большинство из корпусов районной больницы в селе Комсомольском возведены в 80-е годы. Без капитального ремонта было не обойтись. Первый этап модернизации завершается. Скоро подрядчики сдадут работы в терапевтическом блоке и палеотивном отделении. За последнее время в муниципалитете обновили и немало ФАПов. От первичной помощи зависит многое, отметил глава региона. Каждый второй уже сменен. Да, да. Люди должны быть здоровы. ФАПы нужны для того, чтобы профилактировать. По выявляемости лучше стало через диспансеризацию. В связи с тем, что мы каждого ребенка же в течение года проводим медосмотр. В детской поликлинике, а также в лечебном и инфекционном корпусах капремонт уже завершен. Работы проведены качественно, отметил Михаил Игнатьев. Главная задача, чтобы модернизация больницы отразилась на эффективности оказания помощи пациентам. Здесь качество оказания медицинских услуг у нас должно улучшаться, не ухудшаться. И когда по электронной регистрации записывается, а по факту потом даже отдельно не оставляет телефон, но не извещает, что они не придут, там пустой вакуум образуется. Капитальный ремонт больницы продолжится. Проектную документацию подготовят в ближайшее время. Остаются четыре маленьких отделения. Вот в том корпусе инфекции первый этаж и рядом с томатологией 5 миллионов нужно на два отделения. И здесь детское отделение, рядом получается физиотерапевтическое отделение и клиника и лаборатория. Тоже на два отделения 5 миллионов. В итоге нам еще не хватает для внутренних отделов 10 миллионов. Глава республики проинспектировал и строительство детского сада в деревне Урмаево. Первый камень заложили в ноябре, но уже скоро приступят к отделочным работам. Успеете что ли там тепло подать? Успеете газопроводы по огородам жильцов уже провели до заморозков. Остается поставить котельную и тут уже внутреннее газооборудование. А так газ, тепло, если когда рассчитываете подать вообще? Как будет в март месяц, если более трескучих не будет, то в марте месяце собираемся подать тепло уже и обогревать для проведения отделочных работ. Открытие детского сада намечено на июль. Наладить контроль за ходом работ глава региона поручил местным депутатам. Строительство объекта ведется в рамках партийного проекта. То есть, насколько я понял, никаких сдерживающих факторов нет. Все без боев идет. По перечислению, по контракту, то что 93 миллиона рублей обозначено, тоже можете не волноваться. Это гарантированная, как бы сказать, защита. Работа идет без боев. Строительный процесс останавливается только во время снегопадов. С вводом этого объекта в районе полностью решится проблема очередей в детские сады. Детсадовские группы в прошлом году оборудовали и в школе районного центра. Штат воспитателей полностью укомплектован. Ребята с интересом изучают свой новый мир. Пришкольные группы открывают и в других муниципалитетах. Это помогает решать проблему с очередями. В день очень много маленьких детей. Мы тоже планируем детский сад. Мы рады, что открылся новый детский сад. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Искриняя благодарность от родителей. Вы идете на ответственный шаг с супругами. Решаете, принимаете ответственные решения и рожаете детей. Во время рабочего визита глава региона поручил выполнить и просьбу коллектива школы. В этом году здесь установят новые пластиковые окна. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Еще четыре больницы Чувашия, Аллатрская, Батревская, Шумерлинская и Ядринская присоединились к проекту «Новая поликлиника». В его основе внедрение бережливого производства, экономия времени пациентов и врачей. Главная цель проекта – сделать поликлиники доступными и комфортными как для пациентов, так и для персонала. Эргономичная организация работы позволит медицинским работникам все освободившееся время уделять общению с пациентами. В тех больницах, которые уже работают в проекте «Новая поликлиника», заметно сократились очереди. Больным не приходится подолгу ждать приема. Хорошо работают и специальные маршруты, разработанные для диспансеризации детей до года. Проект запущен Минздравом России в 2017 году. В нем участвуют уже 22 больницы Чувашии. Первый в этом году градостроительный совет прошел в Минстрое. Специалисты обсудили развитие территории ряда деревень. Согласно эскизному проекту, планировки существенно расширят свою территорию деревни Яндова Чебоксарского района. Там планируют размежевать под индивидуальные жилые дома 85 участков общей площадью 16,5 гектаров. То есть в перспективе в деревне появится несколько новых улиц. В проекте развития предусмотрен и детский сад. Инженерная инфраструктура предусматривает наличие газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Водоснабжение предусматривается из существующей артизианской скважины. Специалисты поинтересовались у проектировщиков, хватит ли воды в этой самой скважине, если согласно проекту население вырастет в два раза. Этот момент изучат дополнительно. Еще один вопрос повестки развития территории деревни Табанара Цивильского района. Сейчас там живет 124 человека, в населенном пункте нет даже магазина. По эскизному проекту там дополнительно разместят 155 участков по 10 соток. Расчетная численность населения при этом 755 человек. На сегодняшний момент многие сельские поселения испытывают дефицит земель для жилищного строительства. Поэтому многие участки, которые были зарезервированы под градостроительную деятельность в этих сельских поселениях, они на сегодняшний момент вносятся в границы сельских поселений. Вот эта процедура нужна для того, чтобы внести изменения в генеральный план сельского поселения, потом на основании этого генерального плана уже осуществлять застройку этих сельских поселений. Специалисты дали проектировщикам и заказчикам главам сельских поселений рекомендации, одна из них – внимательно отнестись к категории земельных участков, которые попадают в проект, чтобы, к примеру, на землях сельхозназначения в перспективе не оказалась дорога. Январь – время подведения итогов. Сегодня в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Чувашии говорили о том, каким был прошлый год и что за задачи стоят перед коллективом ведомства сегодня. Сейчас в колониях и СИЗО Чувашии заключены под стражу или отбывают сроки более 6 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом численность спецконтингента снизилась на 10%. Оперативная обстановка в течение года была стабильной. В подведомственных УФСИ на учреждениях были зарегистрированы отдельные нарушения закона. Но побегов осужденных не было. Нами допущено побегов из-под охраны, групповых массовых беспорядков, членовредительства, массовых дологовок, групповых членовредительств и других резонансных преступлений и событий в местах лишения свободы. Обстановка остается спокойная. Условия содержания заключенных в местах лишения свободы, как требует того правозащитники, улучшаются. Образование, медицина, культура, спорт, работа. Доступны все сферы занятости. Было бы желание самих осужденных. Они должны трудиться и вернуться в общество, выходя из наших учреждений, уже имея специальность, уже приучены к трудовой деятельности. Существенно нарастить объемы товара производства в 2018-м в спецучреждениях не удалось. В силу обстоятельств ушли некоторые постоянные заказчики. Но план все же выполнили. Динамика, может быть, она с плюсом небольшая, но нет минусов. Вот это самое главное. И то, что мы на рабочих совещаниях встречаемся, обсуждаем, касаясь трудовой деятельности осужденных, и когда благоустройство и сферы жилищно-коммунального хозяйства они трудятся, это в чем тоже значило для нас в нашей совместной деятельности, обеспечивает все меры предосторожности. Но в целом у нас по охране общественного порядка все меры, практики, которые приняты, предписаны и в законе, и в наших мероприятиях, они выполняются максимально и сполна. Я это ответственно говорю. Мы проводим разные совещания, советы, которые приглашаются у вас к республике, это по решению президента Российской Федерации, и мы реально работаем по противодействию правонарушения, занимаясь профилактическими мероприятиями, на системной основе. Сотрудники УФСИН Чувашии заняли первое место в рейтинге территориальных органов ВСИН среди второй подгруппы по итогам работы прошлого года. Оценивались оперативная работа, обеспечение безопасности в спецучреждениях, занятость осужденных и оказание им социально-психологической помощи. В планах на этот год у сотрудников ведомства также, как и всегда, безопасность в местах лишения свободы, повышение доходов от товаров, которые производят в тюрьмах и колониях. Отдельное внимание будет уделено снижению уровня рецидивов среди преступников. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Павел Ивитков, Республика. Вурнарский суд приговорил 49-летнего жителя деревни Вурман-Косы к лишению свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 24 сентября прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения наехал на 14-летнюю девочку после того, как она отказалась сесть к нему в машину. В итоге у девочки оказались повреждены позвоночник, рука и нога. Пострадавшей до сих пор оказывается необходима медицинская помощь. Злоумышленник также был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что он лишен права управления транспортными средствами на полтора года и ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. Договор суда пока не вступил в законную силу. IT Nano Energy. 1 сентября в Новочебоксарске откроется детский технопарк «Кванториум». Он разместится на базе химико-механического техникума. Сегодня там побывала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Подробнее далее. Вместо стандартных панелей с электрическими схемами здесь появится уникальное оборудование. В «Энерджи-Кванториуме» ребята смогут изучать электронику, электротехнику, возобновляемую энергетику. В Новочебоксарском технопарке будут работать еще 5 квантов. Био, нано, айти, авто, дополненная и виртуальная реальность. Эти направления выбраны не случайно. Мы сделали анализ из тех предприятий, с которыми мы работаем непосредственно на территории не только города, но и Чувашеской республики. Проанализировали наши возможности с точки зрения специальностей. Мы проанализировали сразу же кадровую составляющую, что немаловажно. Такой прорыв для наших детей – это плюс огромнейший. Проект почти готов. К строительству планируют приступить в марте, завершить к концу августа. На строительство нового кванториума поступит 57 миллионов рублей из федерального бюджета. 35 миллионов добавит республиканский. Это точка роста. И фактически мы уже имеем такую площадку в Чебоксарах, в Чебоксарске. В Канаше у нас IT-куб появляется. То есть мы фактически позиционируем этот опыт во всех крупных городах здесь. И, конечно, мы за то, чтобы этот опыт повлиял вообще на общее образование, на школы, на всех педагогов, на изменение рабочих программ образовательных, чтобы наши дети не подходили формально к изучению предметов, а чтобы они ощущали этот мир через призму тех знаний, которые даются педагогами, образовательными менеджерами. Что необходимо для этого сделать и как помочь ребенку выбрать профессию, обсуждали за круглым столом. Педагоги образовательных учреждений делились своими наработками. В городе Спутники уже 24 года реализуется проект доп. образования «Школа дикой природы». После окончания школы ребята легко поступают на естественные научные факультеты в учебных заведениях, а темы исследований, выбранные детьми в 5-м, 6-м, 7-м классе, дальше становятся темы курсовых работ, темы дипломных работ, темы кандидатских и докторских диссертаций даже. И наши ребята работают в этом плане уже, вот я знаю, в Австралии, кто-то, кто-то в Швеции. Другой пример из 6-й гимназии. С 2010 года старшеклассники проходят социальную практику, работают волонтерами на предприятиях и в организациях. Это локальная наработка, а вот проект «Билет в будущее» уже всероссийского масштаба. Чуваши – один из 32 регионов участников. Цели те же – ранняя профориентация и качественная подготовка кадров. Татьяна Леонтьева, Бахтиар-Велеев, Республика. В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии теперь можно выучиться на сыровара. Там открылись специальные курсы. До эфира мы с нашим оператором Андреем Шоклевым побывали на занятии. На данном этапе у нас процесс рождения сыра идет. У сыра, которому еще только предстоит родиться, уже есть имя – академический. В честь учебного заведения, в котором его варят. Его рецептура – разработка сотрудников. Это будет мягкий сыр, полученный термокислотным способом, то есть без бактериальных заквасок. Разогретое до 90 градусов молоко добавляют в сыворотку и выдерживают положенное время. Затем формуют. Костеньки берем, сырную массу, видите, вот так. Ну, на половину емкости примерно. Чуть-чуть вот так вот возвратно-поступательные движения вот такие делаем, да, чтобы сыворотка стекла, основная часть. Потом перекладываем сюда. Курсы ведет профессор кафедры биотехнологии и переработки сельхозпродукции Геннадий Ларионов. Профессию сыродел-мастер он получил в единственном в России научно-исследовательском институте масла и сыроделия в Угличе. Для чего Аши он с коллегами разработал и запатентовал особый способ производства. Мы провели несколько испытаний и пришли к выводу, что те сыры, которые у нас можно сделать, требуют некоторого изменения. Почему? Потому что в каждом регионе молоко разное получается. Потому что кормовая база разная у коров, породы животных разная, возраст. Слушательница «Надежда» из Шумерлинского района на курсы пошла, чтобы организовать производство. На данный момент молоко закупают по низкой цене, и народ наш решил создать кооператив, то есть молоко превращать в сыр. После того, как сыворотка стекла, сыр солят и переворачивают. На левую руку. Так. Потом ковшик вложу. Это белый положи ковшик. Теперь, нет, сверху, сверху ладонь. Положи сверху ладонь. И переверни. Теперь ковшиком одеваем. И переверни опять. Затем сыр остужают и выдерживают в холодильнике. Минимум сутки. Самый оптимальный вкус через сколько суток примерно? Вот через оптимальный срок. Это значит где-то в середине срока хранения. 5-7 суток вот такие вкусные показатели проявляются. Правда, столько времени сыр, как правило, пролежать не успевает. Планы на следующие занятия – приготовление сулугуни, рикотты, имеретинского и других видов мягких сыров и творога. Ну, что я могу сказать, уважаемые телезрители. Очень жаль, что телевидение пока не передает вкус или запах. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Ее гобелены вошли в Золотой фонд чувашского искусства. Но она продолжает удивлять своей живописью. Юбилейная выставка народного художника Чуваши Раисы Терюкаловой открылась в художественном музее. В живописных композициях скрытый драматизм. В гобеленах глубокая лирика, тесно связанная с Чувашей, ее природой, образами трудолюбивых женщин и девушек. Это какое-то особое чувство мироздания. Вот это ничем другим невозможно передать. Даже сонеты, романы могут не достигнуть так, как зрительно, образно художник несет нам, аудиторию. Спасибо вам, Саиса Фоминична. У нее очень интересны мазки и вообще техника живописи. Я заметила, что она с каждым разом новую технику использовала, пробовала себя в разных стилях. Это не может не вдохновлять. Раиса Терюкалова, так же, как и эти студентки, училась в Чебоксарском художественном училище. Затем продолжила обучение уже в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. Из выпускников Мухинки никто до Терюкаловой не выходил на диплом с технологией «Батик». Она вполне могла бы творить в Ленинграде, но стремление развивать искусство гобелина на малой родине в Чувашии пересилила. Годы учебы вспоминает ее однокурсник, еще один известный мастер, проски Вити. Вот когда мы учились, в нашей группе, в нашем курсе были очень талантливые люди. Просто, если все вышли, спросят, что ты видел там на земле, я скажу, я видел гений. Просто гениальны были люди. Это на ней тоже сказалось. Она держала уровень. Она не могла отстать от этой компании. И прекрасно дополняла. И вот сегодня берем смелость говорить так, что она участвовала в создании нового явления в Чувашском искусстве. Гобелин и Раиса Терюкаловой вошли в Золотой фонд Чувашского искусства. Она создавала батики, декоративные панно, театральные декорации. В последнее время художница больше обращается к живописи. Натюрморты, пейзажи, особенно проникновенные портреты. Они отличаются тонким чутьем и восприятием образа через цвет. Раиса Фоминична не только имеет все регалии, звания, но от себя хочу сказать, она прекрасный человек, душевный. Я лично бывал в мастерской, когда еще только начинал министром работать. Несмотря на возраст, Раиса Фоминична вновь и вновь берется за кисть. Еще поют «Серебряные струны», название выставки, которая будет открыта в Художественном музее до 10 февраля. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Это все новости этой пятницы. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия» на следующей неделе. Удачных вам крещенских выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова